Самые сложные персонажи в ML. Ты их должен знать, чтобы не покупать. Ну, либо покупать, но знать, чего от них ждать. Всем камбэка, дорогули! Сегодня мы разберём топ самых сложных персонажей, по моему мнению, на которых я бы сколько не играл, а ну никак не получается на них научиться играть. Ну, либо сыграл один-два раза и как бы отбило заразу. Опять же повторюсь, что это только для меня сложные возможности для тебя, некоторые персонажи будут несложные, но для тебя другие будут сложные, а для меня лёгкие, поэтому можешь просто не орать, а просто написать. Например, в комментариях, кто по твоему мнению сложный персонаж. Всё, лайк, коммент, подписка, и нас бустит лейла, лёгкая жестка, пристёгивайся и погнали. Первый персонаж на каком-то уровне сложности для меня имеется, это Бенедет. Но сразу скажу, это не такой персонаж, что прям, ну, как будто вообще невозможный к обучению, как бы просто для меня. Шкала сложности этого персонажа как бы, ну, на более таком неком уровне, на котором как бы нужно подзадрачиваться, что-то запариваться, что-то, ну, помейнить маленько, поучиться, привыкнуть, то есть, ну, это не просто вот так вот залетел и на лайте, как бы, ну, потыкал, понажимал и всё получается, как бы, да, там, ну, есть такие персонажи, но это уже маленечко, планочко повыше. Не гипер, не ультра трудно, да, но какой-то момент сложности есть. И я уверен, если поиграть 10, 15, 20к, так я к ней привыкну и уже какой-то скилосик у меня будет имеется. Самое непривычное это джустик передвижения, вот на ней нужно зажимать, чтобы вот эти вот скачки, прыжки делать, плюс там есть ещё момент с неуязвимостью, это всё нужно подгадывать, уметь знать, когда нажимать, а для этого нужен скилл, ну, это скиллозависимый персонаж, в общем. Следующий персонаж немного похож по уровню сложности с Бенедеттой, и это Джой. Там тоже не всё так просто, вот эти все прыжки, скачки, набивание ультимейта, попадание в тайминги, вот это вот, все вот эти вот моменты, я бы сказал, она немного похожа на Ланселота, вроде бы, как бы, с одной стороны. И в каком-то моменте, когда я только начинал играть, для меня Ланселот тоже был трудным персонажем, то есть вот эти вот все бесконечные эскейпы, зацепляться первым навыком, нажимать неуязвимость на треугольники, там, убивать, то есть, ну, вот эти вот моменты были тоже трудноваты для меня, но потом я всё равно притрочился, и как бы Ланселот сейчас, в принципе, и для меня вообще играбельный, и, ну, можно сказать, это мой мейн, по сути. А ещё также, по секрету, чисто мейнерам Ланселота даю скидку в 5% по промокоду DAFIAN на пополнение алмази амбюсов в Купикоде. Купикод Голд — это сервис пополнения счёта мобильных игр. Среди множества разнообразных игр, с помощью него, конечно же, можно пополнить нашу любимую Mobile Legends. И да, тут самые низкие цены на рынке. Купикод.ком является больше, чем просто сервисом пополнения мобильных игр. Купикод — это игровая экосистема, они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности. Да и сам процесс пополнения в целом лёгкий и безопасный, потому что этот сервис ни в коем случае не запрашивает пароли и другие данные от вашего аккаунта. Разве что заполнение ID и ID-зоны, чтобы пополнение произошло конкретно на ваш аккаунт. И именно поэтому ваш аккаунт останется в безопасности. Советую авторизоваться через ВК и Телеграм, чтобы получать бонусы и постоянный кэшбэк при каждом пополнении. Ну а по промокоду DOFIAN ты получишь целых 5% скидки на покупочку. Ссылка в описании в закреплённом комментарии. Ну и то даже на нём, сколько у меня танка так 600-700, там 800, иногда что-то да не получается. То есть это всё равно такой персонаж остаётся. Прямо вот на нём нужно играть, прыгать, скакать постоянно, каждый день. То есть если ты день-два поиграл, потом на 2-3 забросил, а потом начал играть, у тебя уже скиллосик подупал. То есть его скилл и его игру нужно постоянно придерживать, поддерживать. Постоянно как бы ну быть в онлайне на нём, то есть ну постоянно его пикать, чтобы навык не потерять. Говорим про Ланслота, а вообще по сути про Джой. С Джой мне кажется вот такая же похожая ситуация. Тоже моменты сложности есть, но углубляться просто как бы вообще не в кайф. Просто неохота запариваться это делать. Поэтому я зашёл, поиграл на этом персонаже, посмотрел его механику и по моему уровню сложности она как бы ну сложновата. И всё, я больше её не пикал. И вот именно она вот залетает в планку сложных персонажей. В категории сложновастых персонажей также находится Чул. И вот я сам не знаю даже почему, как бы вообще всё получается. Там всё понятно, да, ну навык нажимаешь, хоп, прыжки, скачки, контролем попал, эскей подкатился, всё нажал, бам-бам, но всё равно что-то да не получается. Плюс ещё фристайлить там нужно научиться в моменте, тоже пока пинаешь, хоп, там таунтишь, всё это делать, тоже нужно всё учиться, научиться. Поэтому ну Чухан всё равно маленько сложноватый. Следующий персонаж это Люнокс лично для меня, потому что ну так же всё понятно. Вот знаешь, что делать, да, как бы ты знаешь же, что отвечает, белая, светлая, там чёрная ульта, всё это понимаешь. Но когда наступает дело, время, дело, ты ничего не делаешь, как бы ты как бы вот всё в чёрную влетаешь, бам-бам нажимаешь, никого не убиваешь. Вроде и на фарме, на нормальном, как бы всё знаешь, когда даже все моменты всё прочитываешь, влетаешь, как бы ноль импакта. Но тут дело позиционки, как бы мало самого персонажа изучить, тут ещё нужно знать и понимать, когда тебе нужно влетать, там что от тебя когда требуется. То есть некоторые персонажи, как бы не от своей, только лишь механики играются, но и от момента в игре в целом. То есть ну Люнокс, по сути, она просто стоит и начинает, да, на одном месте стоит и начинает вносить тонну до машины. Как бы да, у неё есть свет, но если ты чёрную влетел после света, как бы там уже вариантов нет. Стоишь и начинаешь вносить до машины. Это нужно сделать, когда отдадут весь контроль, все замедления, когда не будет кнопок. То есть это нужно выждать такой момент. Но это как по мне, опять же, я думаю, возможно, как-то и на мейнеры там вообще влетает хоть когда. И, короче, ну Люнокс вот для меня тоже трудноватый. В плане позиционки. Если уж о магах заговорили, то это вообще, можно сказать, единственная роль, которая мне очень трудно даётся. Я вообще на магах играю в миду, только на вейле, там, и максимум, там, на кагури. Можно сразу отметить, фарамиса, вот эти вот все стаки собирать, влетать и хоп, ну, когда против меня фарамиса играет, он влетает и просто с одного навыка всё хп мне сносит. Как мне это сделать, я вообще не понимаю. Вроде всё понятно и просто, зная, что вот, вот это за то отвечает, это за это, а не получается. Он вот для меня так. Есть также персонаж Лилия, как бы там тоже всё знаешь, понимаешь, и даже иногда всё получается, но не выходит что-то в конечном итоге. Но тут уже дело как бы задрачивания, тут максимально вообще всё ясно, что делать. Но моменты прожимания бомб, закидывание их наперёд, читание персонажей, там, плюс, когда они срабатывают, что, когда нажимать, вот это вот всё нужно задрачивать. Тут не в плане непонятности, как бы, трудности, а в плане задрачивания, то есть, ну, если подзадрачиться, то да, конечно, базара нет, как с Ланслотом, вот такая же история. Если из последних персонажей, потому что, в принципе, уже всех сложных назвал, это остаётся Нолан, я на нём поиграл только на моменте выхода, как бы понял, что от него вообще требуется, и понял, что он требует тоже задрочки. Поэтому шкала трудностей от обычных персонажей становится от него, по нему, именно выше немного. И Чиджу Синь, тоже самое. Всё понятно, всё ясно, требуют задрочки, поэтому немножечко по уровню сложности тоже повыше. Ну и, в принципе, ну, Фанни, да, типа, тут тоже всё с задрочкой, то же самое, как бы, если задрочиться, то и на Фанни можно научиться. Все остальные персонажи, всё понятно, ясно, и всё на них получается, как бы, что ты сам знаешь, что и делаешь. Так что обязательно пиши в комментариях, кто, по твоему мнению, сложный персонаж. А также переходи в мой Телеграм-канал, ссылка в описании видоса, там есть чатик. А также всякие обновления по скинам, бафам, нерфам, всем делам. Ставь лайкос, подписывайся на канал, с вами был Даффи, так и всем репорт. Субтитры создавал DimaTorzok